Сегодня у нас Андрей Кузнецов расскажет про то, как в Одноклассниках строится большая инфраструктура для работы действительно с большими запросами, с большими данными с точки зрения ML. Это, наверное, спикер с самой большой командой поддержки, которая есть. Поэтому команда поддержки, аплодисменты, все остальные тоже аплодисменты. Всем привет. Меня зовут Андрей. Я ML-лид в Одноклассниках. Сегодня расскажу вам про нашу инфраструктуру. Постараемся обсудить много разных интересных моментиков. Давайте начнем с первого вопроса. Поднимите руку, у кого в компании есть машинное обучение? Ого, как много. Окей. Следующий вопрос. У кого в компании развита ML-инфраструктура? А теперь, пожалуйста, поднимите руку, у кого она не болит никогда. Ноль человек. Значит, доклад будет актуален. А есть те, кто еще не построил ML-инфраструктуру или находится в процессе построения своей ML-инфраструктуры и хотел бы узнать? О, тоже есть. Здорово. Значит, сегодня мы как раз-таки целевую аудиторию поймали. Вообще, когда мы говорим про ML, все уже давно поняли, что одного там ML-кода недостаточно, что на одних дата-сайентистах не выйдешь и нужно очень много разной дополнительной машинерии. Google хорошо так сформулировал эту проблему, что машинное обучение – это такая кредитная карточка, с которой ты можешь снять деньги, получить быстрый профит для бизнеса, но потом тебе придется отдавать долги за это, процентики. Тебе нужно будет следить за данными, тебе нужно будет мониторить модельки, тебе нужно настраивать автоматические циклы переобучения этих моделек, тебе нужно будет гибко реагировать на требования и запросы бизнеса и так далее. В общем, очевидно, что под это нужна отдельная инфраструктура. Она, очевидно, будет немного отличаться от классической инфраструктуры программных решений, которые мы привыкли видеть там на систем-дизайн секциях. И именно про это мы сегодня и поговорим. Вообще-то говоря, крупные облачные вендоры уже много чего придумали. Если вы делаете там свою компанию, очевидно, то можете прийти к ним и спросить, а я вот хочу векторную базу данных, а я хочу себе сделать фичер-стор, а я хочу себе сделать дата-пайплайны красивую, которые будут выгружать, загружать, обрабатывать и там какими-то небольшими усилиями все это поднять. Да, здорово. Да, не всегда кастомизируемо. И да, очень дорого, очевидно. И есть другая сторона, когда вы понимаете, что вам это не очень подходит по какой-то из причин перечисленных. И вы идете посмотреть, а что у нас есть open-source, но что уже напилило комьюнити, что используют другие. И вдруг понимаете, что вообще-то говоря, сложно выбрать, потому что open-source много разного и много хорошего. Звездочек на GitHub понаставили. С другой стороны, какой-нибудь Netflix скажет, а мы сами фичер-стор написали там, типа ничего непонятно. Uber скажет, да мы тоже сами написали. И вот сразу такое смятение появляется. То есть мы либо пишем полностью, либо берем какой-то open-source непонятный, который нет адопшена у больших компаний. Поэтому мы начинаем размышлять, что же нам такое взять. Сегодня как раз-таки расскажу про адопшен open-source решений в большой компании для ML-инфраструктуры. И мы, например, посмотрим, как оно может работать. Почему большой? Потому что Одноклассники — это очень большой сервис. У нас 37 миллионов месячной аудитории только в России. Мы делаем очень много внедрений. Практически в каждом проекте у нас есть какой-то ML, потому что ML — это один из самых, на сегодняшний день, перспективных способов развивать продукт. И с этими всеми технологиями и экспертизой мы делимся с другими сервисами и другими проектами VK. На самом деле этих самых сервисов у нас, как я сказал, много. Я лишь привел на слайде некоторые из них. И они довольно разные. Какие-то, очевидно, рекомендательные сервисы. То есть у нас есть лента, музыка вам порекомендовать. Какие-то сервисы контентные, так скажем. Например, антиспам. Загрузил кто-то фоточку. Надо проверить, не порно ли на ней. Можем ли мы ее показывать маленьким детям и так далее. В общем, да, спойлер. У нас маленьких детей официально нельзя в соцсетях регистрировать. Значит, в любом случае мы должны что-то понимать про контент, что-то понимать про экосистемы, что-то делать классическим ML. И ML у нас много разного. От глубоких нейронок до классических моделей, простых линейных регрессий, бусингов и так далее. Ландшафт очень большой. Сервисы тоже очень разные. В них разная нагрузка, в них разные бизнес-требования. И, исходя из этого, нужна разная инфраструктура. То есть инфраструктура должна быть универсальной. Давайте посмотрим, как такую инфраструктуру можно построить. С учетом того, что верхняя наша планочка – это вот эти самые большие проекты, в которых нельзя все держать в одном месте монолитом. Это должны быть отдельно бэкэнд, где мы эти модельки инферим, отдельно фичер-стор, где мы храним фичи для этих моделей, должны из них быстро вытаскивать. Есть у нас векторная база данных для решения задач поиска ближайших соседей и отдельные сервисы для того, чтобы инферит нейронки, потому что это отдельная такая сложная задачка. Плюс надо понимать, что это все работает на большом количестве данных. Это надо как-то хранить, сервить, доставать, выдерживать отказы и так далее. Ну и понятно, что много сервисов, значит, много пайплайнов. Много пайплайнов, значит, много всякой инфраструктуры. Оно все периодически отваливается. Это нужно поддерживать. Тоже проблема. Как мы это решаем? Давайте начнем рассматривать самого большого ML-сервиса в ленте и вообще самого большого сервиса, core-сервиса любой соцсети – это сервисы ленты. Небольшой спойлер. Сразу кто-то узнал наверняка этот логотип или просто умеет читать. Это Kafka. Мы используем Kafka как шину данных для того, чтобы связать все наши сервисы. Используем успешно. Она универсальная, классная. Все, кто с Kafka работал, это подтвердят. В принципе, тут никаких дополнительных комментариев не надо. Давайте посмотрим на ленту. Что люди могут делать в ленте? Ну, очевидно, они могут смотреть контент, кликать, лайкать, комментить и могут сами создавать этот коммент. То есть, очевидно, разные могут быть у пользователей интенты, разные события они генерят. Мы на самом деле должны с каждым из этих событий уметь работать и обрабатывать его соответствующим образом для того, чтобы для нас нужные инсайты получать и делать пользовательский опыт лучше. Ну, как я уже упомянул, первый пример. То есть для начала мы хотим определить, а что на картинке или чего точно нет на картинке, или что точно есть на картинке. У нас есть много десятки нейросеток, через которые мы прогоняем картинку. Вот пользователь ее запостил, и мы сразу смотрим, нет ли там условно на картинке кликбейта, хорошего ли она качества, нет ли на ней там шума. Давайте мы распознаем текст, который есть на картинке, потому что там всякую фигню написать можно. То есть, понятно. То есть много вот этих штук. Для этого нужна нейроплатформа. Мы по каждому из кубиков, которые я сейчас буду показывать, поговорим поподробнее. Дальше. У нас все это попадает куда? Кто вообще такой… Поднимите руку, кто знает этот значок? Не знает никто. Это стриминговый фреймворк, Samza называется. Мы его используем для того, чтобы стриминга процессить наши данные, в том числе со входа напрямую с нашего продакшена кликстрима, так и с других сервисов. Оттуда мы генерируем фичи, имбеддинги и так далее, которые попадают в нашу векторную базу данных и в наш фичер-стор. Соответственно, они являются такой, так скажем, основной базой для того, чтобы наш инференс и наш бэкэнд получал данные для того, чтобы строить какие-то предсказания. И мы, естественно, эти предсказания постоянно пишем в кавку обратно. Для чего? Для того, чтобы можно было переобучить модельки, чтобы у нас были эти фичи. Переобучаем их с помощью спарка. Делаем АБ-тесты также на спарке. Кладем новую модельку. В AmpliFlow регистрируем. Метрики записали. Выложили на продакшен. И построили новую ленту пользователям. Все счастливы. Но очевидно, что каждый из этих черных квадратиков требует пояснений и рассказа, как вообще это работает и как мы это вообще строили. Давайте начнем, однако, не с них. Начнем мы с инфраструктуры больших данных. С чем мы работаем? Откуда в этих квадратиках появляются данные? Как они хранятся? И так далее. У нас 17 кластеров кавки. К слову, про open source. Все, что вы видите, это open source, кроме вот этого небольшого компонента, про который мы отдельно рассказывали. Мы используем кавку как брокер сообщений. Практически всегда как шину данных для того, чтобы сервисы обменивались между собой информацией. Это очень удобно. У нас Hadoop ванильный, развернут с ярдым. Компьют у нас в основном 99% на Spark. Мы используем ClickHouse для того, чтобы хранить аналитику и мониторинг. И большое объектное хранилище, на котором мы храним видосики и фотки. Немного про SAMZO и потоковую обработку. Людей мало рук подняли, потому что, наверное, большинство сейчас в моде Flink. Но SAMZO это классный такой очень зрелый фреймворк, который можно писать на Java. Он очень быстрый, жрет мало памяти и суперустойчивый. Таски могут бегать месяцами, то и годами без падения, благодаря тому, что SAMZO стоит на Кавке. Практически вся метаинформация, не практически вообще вся метаинформация, которая используется SAMZO, хранится в Кавке. Кавка у нас суперустойчивая, распределенная, реплицируются все топики. SAMZO может упасть по причине того, что там упал какой-то инстанс, потушили сервер. Она восстановит свое состояние при перезагрузке. Мы ничего не потеряем. Мы можем давать очень строгие гарантии того, что наши данные будут обработаны. Батчевая обработка. Думаю, что тоже здесь без особых новостей. Здесь мы тоже используем open source. Мы пишем на Spark на скале. Python мы не используем. Практически 99, может быть, остался 1% датчиков, которые остались совсем там legacy, на чем-то более старом. Так мы используем Spark. Submiting Spark мы из Airflow. Про него мы поговорим чуть позже. И у нас есть некоторый компьютер на Python, который мы делаем в нашем облаке. Это чаще всего обучение нейросеток. Это может быть какая-то матричная факторизация, которую тоже там на скале или на джаве не очень удобно писать. Мы ее исполняем в нашем облаке. Про это очень классный доклад моего коллеги. Обязательно посмотрите. Подробно рассказали, как это все шедулится, распределяется и так далее. Очень здорово. Ну, я могу на вопрос тоже ответить. Добрались до ML-сервисов под большую нагрузку. С данными, в принципе, все понятно. Все open-source, все про это слышали. Что же у нас с сервисами? Начнем с Feature Store. Вообще Feature Store – это такая штука мифическая. Про нее очень много все рассказывают, но мало кто показывает. Есть только, наверное, один или два таких больших проекта, которые позволяют подключить Feature Store к своему продакшену. Но к нему, на самом деле, довольно много вопросов. А когда речь заходит о Highload, вопросов к нему еще больше. Мы вообще бы хотели, чтобы этот мифический Feature Store умел много разных вещей. Во-первых, он должен хранить много данных. Во-вторых, эти данные могут быть супергетерогенные. Это могут быть эмбеддинги вектора. Это могут быть какие-то объекты. Это могут быть вообще какие-то непонятные байтики. При этом он должен быть распределенный, отказоустойчивый. Мы не должны там никакого простоя допускать. И при этом всем он должен быть супербыстрый. Мы не можем ждать. Пользователь, который ждет лишние 50 миллисекунд, ведет к оттоку, к ухудшению пользовательского опыта. Он от нас уходит. Все тесты красятся. Мы такое сделали. Если вы посмотрите на архитектуру, то заметьте, что здесь тоже open source. Поверх Кассандры написали свой кэширующий слой, который развязывает нагрузку на Кассандру. И, по сути говоря, мы работаем напрямую с кэшом. Я про это рассказывал совсем недавно. Ставил ссылочку на доклад. Подробно. Основная идея этого сервиса состоит в том, что мы не берем готовое решение вроде Redis, которое у нас живет полностью в памяти. Мы его немножечко кастомизируем самостоятельно и добавляем персистент слой постоянный, который позволяет нам довольно хорошо сохранять ресурсы. Мы держим в кэше только то, что нам нужно прямо сейчас, но при этом мы имеем все фичи. Когда речь идет о десятках терабайт фичах, это суперполезно. Как мы туда доставляем данные? Я уже упомянул, что у нас есть SAMZ, что у нас стриминговые таски есть. К примеру, представьте, мы считаем в реалтайме CTR всех постов, которые сейчас есть на одноклассниках для того, чтобы использовать это как фичу. Это очень классная фича для ранжирования. Но у нас есть и тяжелые штуки, которые считаются батчево на Spark. Например, какие-нибудь сингулярные разложения. Это тоже классные фичи, но посчитать экстриме не представляется. Возможно, скоро представится. И все это дело мы грузим в Kafka. И, соответственно, в фичер-стор это попадает одинаково хорошо. Как это все деплоится? Я уже сказал, что это распределенный отказоустойчивый. Деплоим мы это в нашем облаке, в OneCloud. Про это есть отличная статья на Хабре. При этом мы выдерживаем падение вплоть до одного дата-центра. Мы располагаем наши инстансы таким образом, что они у нас разнесены по дата-центрам и, соответственно, берут данные из топика по партициям. За каждым из инстансов закреплена партиция определенная или несколько Kafka. Kafka у нас, соответственно, тоже устойчива к таким падениям. И сервит пользовательские запросы. Справа пример примерно по железу, сколько у нас такой кластер может занимать и сколько запросов он исполняет. Давайте взглянем на ML-цикл еще раз. С фичер-стором разобрались. Что же там по нейроплатформе, которая у нас в нейроночке инферит? В принципе, не очень отличается к структур. Есть опять продакшн-сервис, опять кавкотопики. Похоже что-то. Разница только в чем? Разница в том, что здесь мы решили оставить питон, потому что ML-чики любят питон, потому что для обучения нейросеточек нужен питон, потому что конвертировать чаще всего в какие-то другие форматы, во-первых, может быть дорого, во-вторых, не очень эффективно и очень нужно. У нас есть Java Wrapper, который запускает внутри себя Python процессы для инференса, которые мы пишем. У нас есть какие-то заготовки базовые интерфейсы, мы их реализовываем. И можем как и асинхронно, и не асинхронно скорить, применять практически любые модели. Более того, мы умеем применять не одиночные модели, а целые пайплайны моделей для того, чтобы делать реально сложные штуки. Например, сделать мультимодальное представление какого-то поста. В посте у нас может быть текст, картинка, видео, что угодно. Мы это все должны красиво заимбедить, получить готовый какой-то вектор, и наша нейроплатформа как раз таки позволяет. Вот эти все переходы – это тоже кавка. Каждая из этих кубиков – это просто моделька, которая раздеплоена вот в этом инференс-процессе. Кладем мы это все в векторную базу данных, про которую я сказал. Давайте про нее тоже пару слов скажем, что это такое. И здесь, внимание, опять open source. Кто-нибудь про фаис слышал? Руки поднимите. Поднимите. Да, про фаис тот слышал. Здорово. Мы используем фаис. Сюрприз опять Java обертка поверх него. Но фаис, как кто уже знает, это всего лишь поисковой движок. Он не годится для того, чтобы напрямую его использовать в продакшене. Его нужно продакшенализировать. Мы продакшенализировали. Мы умеем читать из кавки то, что мы должны положить в этот самый индекс. Мы умеем очень быстро с этим этот индекс сервить для продакшен сервисов. Мы постоянно чекпоинтим наше состояние о том, что мы из кавки прочитали, как сейчас прямо выглядит индекс в Hadoop. Сами индексы мы тоже учим воспроизводимо, и они у нас хранятся в MLflow, где у нас пишется, как, чего, когда училось. Ну и еще одна такая классная штука. Мы немножко допилили фаис, и мы умеем на ходу эти индексы изменять. Туда умеем коммитить на ходу прямо вектора в обученный индекс и вытеснять старые. Это нам нужно для того, чтобы хранить базу вот этих эмбеддингов актуальны. Постов, например. Когда-то это не нужно. Добрались до инференса. Собрали фичи. У нас там эмбеддинги. Все это красиво. Давайте поговорим о том, как это происходит. С инференсом тоже все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ну а что такого? From, xgboost, import, xgb, xgb, load model, xgb, predict, правильно? Больше же ничего не надо, правильно? Ну на самом деле надо. Посмотрите, пожалуйста. У нас есть фичи, у нас есть эмбеддинги. Все это сложно. Требует припроцессинга. Очевидно, что эти фичи нужно в какой-то вид преобразовать, отинферить, возможно, с результатом как-то поработать и только после этого выдать на бэкэнд и построить, как-то отранжировать. Ванильно это никак не решается. То есть очевидно, есть проблемки. Более того, xgb, predict, который там кто-то из вас пользовал наверняка, он работает довольно медленно. Его можно ускорить. Поэтому мы сделали бы свою библиотечку, которая умеет делать некоторую магию. Первая магия. Кто-нибудь на Spark учил когда-нибудь модельки? Были такие на Spark email? Здорово, да. Все помнят, что там есть несколько stage, да? Мы пайплайн собираем. То есть мы там припроцессим данные, их как-то трансформируем, потом учим модельку, и вот он сохраняет весь этот пайплайн в каком-то виде. Нам бы хотелось, чтобы этот самый пайплайн с фичами, с новыми воспроизвелся на продакшене, и желательно бесшовно. У нас же и там, и там Java. А что такого? Там Java, там Scala. Должно срастись. Мы как раз-таки сделали возможность сериализации Spark пайплайнов как раз в этот формат. И мы берем готовый артефакт вместе с моделькой и со всеми знаниями того, как готовить для него фичи, записываем, и на продакшене подтягиваем бесшовно. И эти же фичи туда попадают, как нужно припроцесситься, и мы Inference. Помимо XGBoost, который у нас довольно много где используется, мы умеем ONNX и другие форматы. И еще одна вещь. У нас есть специальный DSL для того, чтобы можно было работать и постпроцессить результаты ML. Если кто-то из вас читал код, который ковал твит, рекомендашка твиттера, кто-нибудь вообще читал? Ну, что-то не очень много заинтересованных. Там много интересного, рекомендую. У них тоже есть подобная штука, и мы такое же сделали. К примеру, я уже упоминал, мы можем знать, что вот эта картинка плохого качества. Давайте показывать ее пониже пользователям. Зачем нам непонятные шумные картинки, странные с артефактами показывать? Мы же это серьезные ребята. Давайте показывать красивое. Можем написать явно, если фото плохое, вес ему умножаем на 0,1. Прикольное правило. Да, должно сработать. Работает. ML-сервисы посмотрели, данных много. Как эти пайплайны запускать? Как их оркестрировать? Как сделать так, чтобы вся вот эта машинерия работала и была поддерживаемой? Одно дело напилить все эти модели, другое дело их поддерживать. Команда у нас не очень большая. У нас ML-щиков на весь этот проект всего 30 человек. У нас оркестрация с помощью Airflow. Сам Airflow у нас в FireLobilityBody развернут. То есть мы не боимся, что у нас какой-то инстанс упадет. Мы не исполняем сам код на Airflow, сами DAG. У нас есть распределенные экзекуторы, которые берут свои задачки из кролика и с помощью Seller выполняют таски. При этом мы хотим, чтобы наши разработчики могли писать сразу в продакшен, и это было им удобно. Поэтому у нас есть три среды. У нас есть продакшен среда, есть стейдж для того, чтобы тестить какие-то специфические вещи, вроде накатить апдейт самого Airflow. И персональный Airflow. Для каждого человека можно взять, написать свой пайплайн, тестить его и закоммитить. Красота. И это все густо обмазано алертами и чатами. Если падает пайплайн, тебе придет, и ты дежурный, про дежур стучит позже скажу, тебе стучится бот и говорит, у тебя упал пайплайн. Смотри, там что-то случилось, посмотри. Ну и, соответственно, если ты не придешь, то к тебе еще придет мониторчик и скажет, у тебя упал пайплайн. Об экспериментах. Значит, много пайплайнов, много сервисов, много данных, много бизнес-гипотез. Хотелось бы эти гипотезы проверять. Причем проверять желательно, чтобы в этом не участвовали аналитики и вообще ML-команда. Как так сделать? Мы решили, что с каким инструментом, вопрос, лучше всего работают менеджеры. Кто-то из зала, можно сказать быстро? Джира, правильно, кто-то сказал Джира. Джира. Мы решили, что давайте мы не уходить из Джира, не будем и сделаем АБ прямо в Джире. Создаешь таску в специальном спейсе, описываешь, на кого ты хочешь включить, какие метрики ты хочешь посчитать и с какого дня. Нажимаешь стартворк, приходит наш шедулер и начинает считать для вас этот отчет и прикрепляет отчеты ежедневно прямо в тасочку в Джире. К менеджеру спокойно. Разработчики тоже в Джире постоянно сидят. К аналитикам стараются не обращаться, если только, конечно, там получились какие-то совсем непонятные результаты. Поэтому мы проводим очень много АБ-экспериментов. Считаем мы их на спарке. Сами метрики мы группируем в провайдеры, в такие корзинки, которые работают для определенных сервисов. То есть мы можем набирать наборы этих корзинок для того, чтобы считать наши АБ-эксперименты. Да, теперь самое интересное. Как все это вообще будет работать? Так мало людей, так много данных, так много нагрузки, и так все сложно. Ну, во-первых, тестирование. Во-вторых, разные среды. Мы все это можем, пайплайны все это обложить. Во-вторых, у нас есть всегда по ML фичам, по ML пайплайнам, по ML сервисам дежурный. Вот. И дежурный, так сказать, тот человек, который в случае, если что-то пошло не так с ML, он входная точка для решения проблем. Можно посмотреть, сказать, а что там случилось. Поменялся формат данных, нас не предупредили. Сломался там инстанс, что-то не так произошло там. Это человек, который решает проблемы. Вообще, культура дежурств у нас в компании довольно сильно развита. Культура обеспечения работоспособности. У нас суперпрофессиональные ребята этим занимаются практически. Для каждого сервиса у нас свой дежурный есть, и там все очень профессионально этим занимаются. У нас есть классный доклад про то, как мы действуем, если у нас случаются инциденты крупного уровня. Например, там загорелся дата-центр. Что делать? Куда бежать? Там по хронологии можно посмотреть, как мы работаем с этим. Мы постоянно занимаемся учениями. House management. Отключаем дата-центр и смотрим, а что у нас отвалилось? У нас что-нибудь отвалилось? А что сделать так, чтобы не отваливалось, если вдруг мы дата-центр отключаем? Далее. Проектов много. Бизнес-стребований много. Но коммитим в одну репу. Переиспользуем код. Ревьюем друг дружку постоянно. Используем общие абстракции. Улучшаем, так скажем, постоянно все, что можно улучшить. Ну и, соответственно, пишем под этот тест. У нас довольно много тестов. Соответственно, последнее, но не самое, но тоже важное, не по важности, это мониторинг. Мы стараемся мониторить и данные, и email-сервисы. И у дежурного есть доступ до практически любых возможных борт для того, чтобы увидеть проблему, детектировать проблему, осознать, что случилось, и ее починить. Ну, на самом деле, вот эта гифка, она, конечно, красивая, но на самом деле у нас обычно тихо все проходит. Ну там две-три поломочки, если, конечно, до центра не отключали. Шучу. В принципе, все. Посмотрели на ML Inf.ru, посмотрели, как ее эксплуатировать, из чего она состоит. Можно сделать такой вывод, что, в принципе, можно в большой компании построить все и на open-source. Достаточно сверху намазать немного своей бизнес-логики и подстроить этот open-source под свои требования. Это будет не дешево, это будет довольно тоже долго. Да, но все-таки, скорее всего, будет подешевле и более управляемо, чем если вы пойдете в облака. Ну и последнее. Нормально делай, нормально будет, да? Но когда вы действительно хорошо подойдете к построению инфраструктуры, отвечать на вопрос менеджера, а когда мы можем добавить вот эту новую фичу, можно говорить скоро, быстро, можно завтра. шучу, послезавтра. Делайте хорошо, не делайте плохо. Спасибо за внимание. Оставьте, пожалуйста, отзыв о докладе по QR-коду ниже. По QR-коду выше можно посмотреть, кого мы сейчас ищем. Готов ответить на ваш вопрос. Привет, спасибо большое за доклад. Слушай, ты упомянул, что вы как-то немного допилили фаис, чтобы он умел делать модификации векторов. А он же и так умеет. Ну там, я понимаю, что зависит от типа индекса. Можешь рассказать подробнее? Модификацию? Не модификацию. В смысле удаление и вставку заново он умеет. Ну, кажется, что это… Нет, не одного и того же, а новых. Нет, сами индексы in place, да, можно, конечно. Нет, ты можешь взять индекс, можешь в него вставлять данные на лету, это не проблема. И удалять. Ну, удалять тоже можешь. И понимать, какие из них пришли позже, какие раньше. Время им нужно. Время, да. То есть там идея такая, что мы… Давайте опустимся немножко в бизнес-задачу, чтобы понимать, для чего это нам нужно было. Мы хотим показывать свежие посты относительно того, какие у тебя есть вкусы. Например, ты любишь котиков. Мы записали себе, что вот примерно в этом латентном пространстве признаков, да, ты находишься вот тут, а рядом с тобой коты. И мы тебе постоянно стараемся поближе вот этих векторов насывать, и этих котов повыше. Ты их посмотрел, и если мы не будем их по времени постоянно удалять, что постарше добавлять, новые подливать равномерно, то окажется, что всех котов новых ты уже видел, а у тебя будут только старые, а мы тебе не хотим показывать старых. Ты будешь с этого расстраиваться, не будешь ставить нам лайки и не будешь к нам приходить. Поэтому вот такая задача была изначально. То есть, короче, вы удаляете старые вектора, правильно я понимаю? Да, да, да. То есть потому что это нужно, потому что чаще всего пользователи их уже видели, и этот хвост надо постоянно подрезать, чтобы впустую не ходить вот в этот индекс, постоянно не ходить в эту базу. Эта история понятна. Но, тем не менее, фаисов умеет их удалять сам себе из коробки. Понятно, что зависит от типа индекса. Да, но надо отслеживать. Отслеживать, да. Чтобы было FIFA. Честно говоря, так и не понял, что вы там такое оформили для того, чтобы это работало лучше. Ну, можем пообщаться потом. Да, да, давай. Спасибо большое. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот ты рассказала в основном про продакционализацию, да, то, как это все работает в проде и так далее. Но есть ситуация, допустим, я подозреваю, что у вас скорее всего такая есть, да, что аналитикам надо срочно или хочется поделать кучу всякого R&D, да, и понаделать кучу новых фичей, быстренько их проверить и так далее. Вот ты там говорил, что типа очень быстро выводится в прод. Вот за счет чего как бы это быстро выводится в прод? Вообще есть ли какая-то связь, да, между R&D-фичами, которые пишут аналитики, да, как они попадают в платформу, как они попадают в стерилизацию ML-пайплайнов и так далее? Я сейчас буду учить плохому. Так мы, конечно, не делаем. Никогда, никогда так не делаем. Никогда такого не бывает. Но вообще говоря, ты можешь писать пайплайн сразу. Ну, то есть у тебя есть гипотеза. То есть ты думаешь, что он точно выстрелит, ты ее продакционализируешь и вот через вот эту вот штуку, через Airflow все это красиво запускаешь. Но ты же можешь быть еще и аналитиком или просто датсиентистом, который код пишет потом. Вот. Ты можешь это сделать, например, на Цепелине или на Юпитера ноутбуке. У тебя есть такой же доступ к кластеру, такой же доступ к данным. Ты можешь посчитать все там. И когда мы, если речь идет о фичах, да, чтобы что-то попробовать, то есть если мы так посмотрим на архитектуру этого сервиса, мы увидим, что по большому счету фичер-стор это без разницы, что за сервис эти фичи сгенерировал. И по идее здесь может быть и Samza, и Spark, и Цепелин, и что хочешь. То есть вы не автоматизируете ноутбуки? Да, мы не автоматизируем ноутбуки никогда. Это нужно только для проверки гипотезы, то довольно редко. Просто я говорю о том, что архитектура спроектирована так, что можно и сделать грязненько, но быстренько. Насколько часто это происходит? Обычно это нужно для того, чтобы быстро проверить какую-то гипотезу, и ты точно во всем уверен. Периодически, периодически. Когда большой пейплайн писать неохота. Нет времени. Но мы всегда продушинализируем. У нас нет такого, что Цепелин стоит на шедулере на кроне, и он там что-то… Нет, такого мы не делаем. Это запрещено закону. Да. У нас такое невозможно. А при процессинг? При процессинге данных всегда делается ETL-пайплайнами. То есть в Цепелине это в принципе не заводится. То есть если мы сделаем какие-то ML-гипотезы, проверяем, то есть мы сначала пишем пайплайн и продушинализируем, который эти данные готовит, а вот только потом занимаемся ML-возвращениями. Понятно, спасибо. Ну что, доклад пушка. Спасибо. Вопрос такой про изменения. У нас компания на несколько порядков меньше, и то, когда мы что-нибудь придумываем, например, давайте все переем на тритоны или что-нибудь такое. Это довольно больно. Вот на ваших масштабах был ли опыт переезда какого-то крупного? Как процесс происходит? Координация? Кто решение принимает? Короче, есть мега, мега про это дело ответ прям долгий на целый доклад, 40-минутный. Я на него оставлял ссылочку. Она пока повисит, а я пока поговорю. В общем, у нас действительно были изменения большие. Вот так получилось. Вот об этом докладе речь идет. Дело в том, что, например, с Airflow мы работали не всегда. Airflow появился, условно, по нашим меркам совсем недавно. А мы хотели оркестрировать пайплайн уже довольно давно. И у нас был свой оркестратор. Свой написан на Java-оркестратор, который умел также триггериться по данным, сабмитить таски и прочими вот этими вещами заниматься. Как сделать переезд безболезненным? Ну, наверное, никак, потому что боль всегда будет. Как снизить эту боль? Нужно предоставить людям такой сервис, которым бы они хотели пользоваться. Он должен быть удобный. В нашем случае это было… У Airflow как раз основная фича такая была. Вот тот оркестратор наш старый, типа, не запустилась джаба, там упала, что-то случилось. Добро пожаловать в логи. Посмотрите, как там все это арт работало. Не запустила джаба. Надо перезапустить? Молодец. Берешь там, ручками это дергаешь, оно работает. В Airflow не так. В Airflow ты можешь посмотреть, какой стейдж упал в красивом веб-юайчике. Ты можешь перезапустить конкретный стейдж одной кнопочкой. Ты можешь выйти на логи конкретного там стейджа одной кнопочкой. И наш переезд в этом плане, он был такой. Люди такие, да блин, все это переделать. Потом один раз Airflow посмотрели, как же это круто. Надо переносить все свои пайплайны. Вот. В общем, ответ скорее про то, что делать их хорошо, сервисы новые. Когда вы делаете новые сервисы, вы должны объяснить команде, в чем профит. Они должны почувствовать профит. Если профита нет, то может быть и не стоит эти изменения вносить. Я вот, наверное, сразу предвосхищу. Никто пока не спросил. А почему у вас сам за? Мы типа все на Флинке пишем. Это пример как раз таки того, что нет смысла переезжать на новый фреймворк. Он хорош, он нас устраивает, под него много чего написано. Он быстрый, он классный, удовлетворяет всем нашим требованиям. Можно на Флинк переехать, потому что он модный. Профита ноль, но всем будет больно. Вот так. Понятно, без диктатуры в общем. Без диктатуры. Без диктатуры. Без диктатуры. А, кстати, вот переезд на Airflow вообще из хакатона родился. То есть мы делали хакатон внутри маленький. И в рамках него были написаны первые модули. Так. Еще вопросы, не стесняйтесь. У меня тогда вопрос. Да. Как так мало людей поддерживать так много всего? Первый вопрос, первый ответ, о котором бы хотелось думать. У нас все очень крутые ребята. Второй ответ, то, что мы ML пилим уже 10 лет или больше. То есть все, что было напилено, оно пилилось годами. Третий ответ, то, что команды, которые рядом с нами, очень крутые. Например, дата платформы, которая менеджмент. Их там вообще 8 человек. Они держат все Хадупы, Кавки, Кликхаусы, вот это вот все. Они суперкрутые ребята. Они там Airflow занимаются и так далее. Они дают хорошие инструменты. Мы не болеем. И, соответственно, многие жалуются. По-моему, кто-то вот из жаловался предыдущего дня, что очень много времени уходит на операционку. То есть ML-чики постоянно занимаются тем, что чинят проблемы. Тушат здесь, тушат там. И у них не времени не остается на то, чтобы что-то новое поделать. Из-за того, что у нас операционка, она упорядочена, она у нас на дежурном в основном, ты можешь заниматься своими задачами. У тебя есть время, чтобы пилить код, время, чтобы писать и делать что-то полезное. Поэтому этого полезного получилось много. Довольно. А поддерживать вот строгие пайплайны. Если есть инцидент, мы делаем разбор инцидента. А почему так случилось, чтобы не допустить? Мы тренируемся, вот дата-центр отключаем. Иногда просто сервисы отключаем случайно. Ну ладно, это бывает редко. Субтитры сделал DimaTorzok